Рижская дума на замке. Накануне здесь был выявлен новый случай заражения коронавирусом. И поэтому мэру Мартин Шустакису пришлось уйти на самоизоляцию. И сегодня же, по словам мэра, в думе произошло историческое событие. Первое удаленное заседание, которое, впрочем, началось, но так и не закончилось. За происходящим следил Сергей Герасимов. О том, что коронавирус выявлен у одного из сотрудников Рижской думы, стало известно накануне вечером. В самоуправлении сразу сообщили. Это работник администрации. По информации латвийского телевидения, сотрудник юридического управления. И накануне он встречался с мэром города Мартин Шустакисом. Поэтому сегодня градоначальник все интервью и не только проводит из дома. Мы с ним встречались больше, чем час. Это было совещание. Мы были все в масках. Мы все соблюдали два метра. На данный момент я неконтактная персона. И я дома сижу добровольно. В Рижской думе напоминают, что в ратуше в общей сложности около 150 сотрудников. И вчерашний случай заражения – третий за все время. Мы получили эту информацию. Он сегодня не работает дома, конечно. И работники ратуши, которые были как-то связаны с ним, тоже работают отдаленно. Отметим, что удаленка мэра на работе думы особо не сказывается. Порядок проведения пленарных заседаний поменялся уже в момент введения в стране чрезвычайной ситуации. Сейчас три часа дня, и заседание Рижской думы в полном разгаре. Правда, не как обычно в зале пленарных заседаний, а удаленно. Кстати, впервые. Но отмечу, что сейчас самый разгар рабочего дня. И такое ощущение, что вместе с Рижской думой на удаленке весь остальной город. Настолько здесь пусто. Участвовать в заседании удаленно можно из дома. Но многие выбрали все же приехать в ратушу лично, чтобы в случае технических неполадок иметь доступ к помощи айти-специалистов. Они присутствуют в каждом помещении, где работают депутаты. Но оказалось, что и это не помогло. Праздничное должно быть настроение 11 ноября. На самом деле ничего не идет. Бесконечные технические перерывы. Потому что обрывается связь. И система, которая разработана была для Сейма, где должны участвовать 100 человек, в Думе, где всего 60 депутатов, не работает. То есть мы не слышим друг друга. Обрывается связь. Приходится без конца переносить. Там огромное количество вопросов. Я думаю, до утра мы их не рассмотрим. Сидеть до утра не придется. Из-за технических сбоев принято решение перенести первое в истории удаленное заседание Думы на завтра. Депутатам это даст возможность раньше начать праздновать день Лачплюсиса. Сделать это призвал и мэр, который сам состоит в ЗМС Ардзе. В этом году я не буду идти на набережную, чтобы поставить свечку. Но я буду ставить свечку у своего дома, в окне. И тоже очень прошу всех жителей тоже делать то же самое. Как русскому вещанию заявили в Центре профилактики и контроля заболеваний, контактными лицами заболевшего в Думе в общей сложности признаны 8 человек. И как уже позже заявил сам Статис, он в их числе. Как минимум на 10 дней. В Думе справятся без вас лично? Не повезло, что у меня есть много вице-меров. Так что у нас будет кто-то позаботится о работе. Сергей Герасимов, Кришьянис Лейт из Латвийской телевидения.